итак в этом видео давайте поговорим про разные типы меди сигналов которые у нас еще могут передаваться с наших меди треков через меди устройства для управления внешним сигналом и в этом видео хотел бы поговорить особенно про программ change то есть это такие контроллеры которые позволяют но так раз шифровать как программные сменщики или программ change это такие сообщения которые позволяют сменять патчи на вашем инструменте если мы сейчас откроем вот этот наш старый тип треков как я его называю у нас вот здесь прям есть отдельная галочка программ давайте я здесь поставлю галочку чтобы у нас передавался с этого трек сообщения и вот если мы посмотрим на сам экран deep mind а то при переключении здесь треков точнее патчей я буду менять патчи на самом deep mind и при этом название конечно же здесь не отражают те названия что есть в deep mind и потому что я их сюда не переносил час об этом я скажу но если мы так вот посмотрим то патчи у нас переключаются то есть прям здесь не отходя скажем так от кассы от лоджика мы можем не подходить к нашему миди устройство которое может быть не совсем под рукой она может день там стоит стоит на стойке вдалеке и можно очень быстро прям сидя в лоджике поменять патч особенно если вы знаете что к чему у вас какие там у вас есть патчи сохраненные то вы можете вот их быстро перечь перри щелкнуть здесь и соответственно послушать как они сразу в аранжировке звучат то есть это довольно удобно а если два раза кликнуть по треку вот здесь то у нас открывается вот такое окно в котором у нас собственно есть настройки банков то есть обычно эти банки нужно можно точнее здесь кастомизировать но и вот эти банк messages они бывают разных типов для разных устройств увидите список опять же если у вас что-то из этих устройств есть то нужно выбирать именно эти устройства здесь их к сожалению так много но вот есть такой некий стандартизированный вариант который подходит для большинства современных программ и устройств и синтезаторов то есть можете выбрать его и здесь переключаясь у нас меняется патч единственное что как я уже сказал эти названия не не отражают реальное положение дел на синтезаторе то есть вы можете потратить время и просто здесь переименовать эти патчи под то как они у вас как они у вас названы внутри с мало синтезатора единственный правда нюанс что к сожалению это сохраняется только с проектом то есть вам придется создавать темплейт и сохранять его со всеми этими именами и в новому когда будете работать с новым проектом загружать template где уже вот эти все имена прописаны и соответственно работать с новым проектом потому что если вы просто создадите пустой новый проект свежий то вот эти все имена для миди трека они к сожалению сбросится то есть вам нужно будет для каждого устройства если у вас несколько устройств, которые поддерживают этот Program Change, ну точнее которые поддерживают внутренние пресеты потому что, напомню, не у всех меди устройств особенно у аналоговых синтезаторов у них у большинства нет никаких вообще пресетов и патчей, поэтому вот это окно у вас просто ничего делать не будет, у меня, например, большая часть таких синтезаторов, в которых нет никаких патчей, никаких пресетов, но вот Depint один из тех, в котором как раз-таки внутренняя память есть, есть внутренние программы и вот поэтому Program Change в данном случае работает, то есть мы можем переключать не отходя от Logic'а, прям удаленно мышкой переключать патчи, но, как я уже сказал, нужно будет специально для вашего инструмента прописать название этих пресетов, чтобы вы просто не запутались, но если вы что-то свое делаете свой какой-то пресет, то потом просто заходите и также ему присваиваете здесь название чтобы связка между Logic'ом и тем что у вас физически реально есть в вашем внешнем инструменте совпадала и вы потом не запутались и еще раз напоминаю, что это нужно будет сохранить как темплейт, потому что это сохраняется на локальном уровне проекта то есть при открытии нового проекта все эти названия опять собьются вот этим стандартным General MIDI вариантом, поэтому имейте это в виду и этим один раз это настроив и создав темплейт, вы в принципе сделаете прям такую большую работу, но про темплейт мы с вами еще поговорим в следующих видео в общем такой тип инструментов но что если мы не используем вот этот тип external MIDI дорожки, а мы используем тот про который я вам говорил, которым которым я вас уже, можно сказать так, сагитировал в предыдущем видео здесь все просто, здесь в самом плагине external инструмент также есть вот здесь галочка send program change, давайте я сейчас удалю этот старый трек также удалю AUX, который нам не нужен и вот у нас остается в проекте только вот этот наш трек DeepMind, давайте его так и назовем проверим, что все работает вот, и как вы видите на закладке трек у нас здесь, к сожалению нету пункта patch, то есть мы не можем отсюда поменять patch, как мы это могли сделать на обычном external инструмент треке точнее external MIDI треке но для этого у нас есть плагин в котором у нас, соответственно есть вот этот пункт он, кстати, относительно недавно появился давайте поставим галочку и теперь мы можем опять здесь менять то есть можем здесь банки менять давайте попробуем здесь переключить патч таким образом мы можем переключать разные патчи, ну и как вы видите на самом DeepMind у меня соответственно переключаются патчи здесь имен нету у банков тоже имен нету ну опять же не знаю насколько это нужно, то есть вы можете использовать тот метод, можете использовать этот метод либо в крайнем случае, это конечно такой прям подкапотный вариант, вы нажимаете Command 0 у вас открывается вот такое окошко MIDI Environment здесь вы выбираете MIDI Instruments то есть Layout и вот у вас есть ваше устройство DeepMind потому что оно, скажем так, инициализировано внутри проекта поэтому здесь в закладке MIDI инструменты он у вас здесь будет показываться ну соответственно если будет несколько MIDI дорожек с разными вот этими инструментами у вас будет здесь их несколько вот если сюда по нему нажать двойным щелчком то у вас откроется вот этот опять же список патчей то есть вы не обязательно использовать тот старый тип треков то есть вы можете через MIDI Environment открыть вот это вот окошко и пользоваться им здесь через MIDI Environment то есть тоже довольно удобно и здесь кстати вот тоже можно переключать патчи внутри MIDI Environment либо их пользоваться все-таки здесь то есть ну как вам удобнее то есть таким образом вот мы можем взаимодействовать с Program Change доступ ко всем курсам школы Logic Pro Help всего за 990 рублей в месяц да, это реально на нашем Boosty вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по Logic Pro и о работе со звуком а самое главное получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных для тех кто не знает Boosty это сервис ежемесячной подписки благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц сейчас я покажу как оформить подписку выбираем интересующий нас пакет нажимаем кнопку купить попадаем на нашу страницу Boosty и там нажимаем подписаться далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем купить после этого вводим данные карты и готово можно переходить к обучению в ту же минуту и помните что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене и также конечно же у нас некоторые меди устройства внешне поддерживают изменения по cc контроллерам то есть control change pg program change это у нас меняет программы а cc или control change у нас меняет соответственно какие-то отдельные параметры например тот же самый фильтр то есть я могу записать например сейчас какой-нибудь какую-нибудь партию просто аккорд давайте запишем ну допустим так то есть какая-то последовательность аккордов и я могу например продолжая включив запись я могу менять какие-то параметры потому что дипмайнд он посылает сам меди сообщения и их также принимает но еще раз напомню что не все сообщения умеют это делать то есть например сейчас я вам покажу вот у меня здесь есть фильтр например соответственно я могу сейчас поставить запись и записать движение фильтра потому что дипмайнд у меня генерирует cc контроллеры и передает эти сообщения в лоджик но для этого мне нужно включить в настройках как мы уже помним в закладке миди мне нужно включить вход с дипмайда чтобы все-таки дипмайнд у нас посылал сообщение потому что сейчас как вы помните у меня отключен потому что я специально отключил сейчас нужно включить дипмайнд и теперь дипмайнд сможет посылать меди сообщения тоже внутри лоджика если я сейчас буду перекрутить фильтр вот мы видим что у нас меняется 38 параметр вот он 38 вот я двигаю фильтр ручку фильтр и теперь я это могу прописать то есть давайте я поставлю запись вот я прям в процессе воспроизведения двигал ручку при консе и соответственно вот здесь у нас в закладке юст в автоматизации в пьяна роли мы можем посмотреть что у нас было задействовано то есть у нас есть даты мсб вот придата lsb это то самое движение вот этой ручки при консе здесь я могу ее если что подправить здесь еще дополнительные всякие миди сообщение генерация но это опять же особенность особенность дипмайн да то есть это не у всех устройств но вот это вот конкретно изменение вот она как раз отвечает движение ручки фильтр то есть я могу например поставить как-то его переписать например просто сделать плавное открытие например самого начала до конца давать послушаем у меня еще на фоне работает сама огибающая фильтра поэтому она открывать но в целом фильтр у нас открывается закрывается то есть здесь все работает то есть автоматизация у нас работает в обе стороны то есть мы можем как физическим фейдером управлять и передавать сообщение ты пришел раз напомню вот здесь видно прям это сообщение которое передается внутрь от того или иного слайдера то есть от у нас еще сообщение передается и таким образом мы можем записывать эти изменения как миди в лоджик а потом их редактировать но для этого как я уже сказал нужно было настроить с этим обязательно получение меди информации от внешнего порта в лоджик тогда вот эта автоматизация возможно и она же возможно в обратном направлении то есть мы здесь прописываем и синтезатор в реальном времени воспроизводит но еще раз напомню что не все синтезаторы поддерживают вот эти изменения cc контроллеров то есть некоторые максимум что поддерживает это модуляцию то есть колесо модуляции и pitch band то есть это максимум на что множество синтезаторов способна но более продвинутые более комплексные синтезаторы они конечно же поддерживают cc контроллеры и можно управлять вообще каждым параметром там вплоть до детюна или пича отдельных осцилляторов и так далее то есть это уже все зависит от вашего устройства то есть это надо читать мануал с ним разбираться настраивать ну в принципе изучать ваше устройство и с ним работать вот с помощью том числе таких возможностей ну что ж в этом видео мы рассмотрели возможности по взаимодействию с внешними устройствами по разным командам то есть это программ change смена патчей прямо из лоджика и вот cc контроллеры которыми мы можем управлять также внутренними параметрами внешнего синтезатора прям не отходя от лоджика внутри лоджика прописывать какие-то изменения просто бывает удобнее чем руками в реальном времени что-то менять в момент записи вот ну и давайте сдвинемся дальше и следующем видео поговорим про соответственно синхронизацию с внешними секвенсорами это тоже очень важно